И всем привет, ребят, с вами Старбайк, если я записываю новый ролик, следующий видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы все с вами продолжаем обзор обновленных вооружений. И сегодня мы будем обозревать молота штурмовой кассеты, который у нас поменялся в балансе и которого занерфили. Насколько сильно его занерфили, я не знаю, на нем я еще пока что не катал. Но уже сегодня попробуем, потестируем, посмотрим, насколько он изменился в балансе, нагибает он вообще или не нагибает после своего нерфа, ну и насколько он вообще эффективен после этого обновления, потому что ни для кого не секрет, до этого нерфа эта штурмовая кассета, по моему мнению, была лучшим устройством в игре за последний период времени. Ну а если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч тонкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, тег тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Но что касаемо вооружения, то мы будем играть как раз таки на молоте с паладином, паладин у нас будет с дополнительным устройством на корпус драйвер, ну и по дрону, конечно же по дефолтику я беру кризиса, потому что с моей точки зрения на штурмовую кассету, кризис это лучший дрон, который есть в нашей игре. Пикаем быстрый бой, посмотрим что нам предложит матчмейкинг, если вдруг там будет большая карта, то я ее сразу же перепикну, потому что на большой карте реализовывать молота крайне-крайне сложно, ну а что касаемо баланса этого устройства, то количество, ой не количество даже, а шанс критического урона порезали в 2 раза, при этом скорострельность тоже у нас стала чуточку-чуточку хуже. Поэтому есть вот такие вот определенные изменения, запикивает меня в начатую катку, наверное давайте я лучше ее перепикну, все-таки 4 минуты до конца боя это крайне-крайне мало, хотя карта была очень и очень хорошая, да, на молотове я бы с удовольствием бы сыграл бы. Но в связи с тем, что у нас 4 минуты всего лишь до конца, я конечно же эту катку перепикну, можно было бы конечно запикать даже в какой-нибудь штурмик, либо в тдм-ку, где этот молот штурмовой кассеты может показать очень и очень хороший результат, но лучше пикнем быстрый бой. Может быть что-то более интересное нам матчмейкинг как раз таки предложит и предлагает он нам кель, кель против группа у нас, группа у нас против, но попробуем, попробуем реализовать, посмотрим что у нас из этого получится. По крайней мере хотя бы покидаем урон. Резистов от молота у нас в матчмейкинге стало тоже меньше, это тоже очень и очень хорошо, поэтому будем пробовать реализовывать и смотреть как у нас все это дело работает. Сразу, сразу замечаю, что у нас как раз таки перезарядка стала дольше, сразу вижу, перезарядочка у нас более долгая на молоте и уже за меньше чем 1 секунду вы такое большое количество урона нанести не сможете. Ребятам, которые были против, спасибо огромное что вышли, спасибо огромное, я конечно не даже думал что они выйдут, но то что вышли, спасибо огромное. Так, если будете конечно смотреть этот видеоролик, Жека, Ойсиф и Кисик вроде как там был, если я не ошибаюсь. Так, минуточка у нас уже прошла, 2 килочка у нас имеется, 2 килочка у нас имеется, но этого явно мало, поэтому пробуем въезжать. Ну и меня рельса ваншотает, рельса ваншотает, надо будет от рельсы наверное рельс взять, хотя у меня от рельсы, а у меня стоит рельс от рельсы, нифига себе как это она меня ваншотнула. 0-1, начинает вести еще и противник по счету. Начинает вести еще и противник по счету Так, начинаются определенные проблемы у нас в этой катке Ну посмотрим, посмотрим По урону все в порядке Все так же, супер много У нас этот молот урона наносит В этом плане ничего у нас абсолютно не поменялось Единственное только то, что поменялось Это то, что у нас Количество критов стало меньше Количество критов, это да Так, но доставочку первую мы оформляем Хорошо, на 1-0 мы выходим 200 очков у меня уже есть 7 киллов тоже имеется По сути все так же можно Въезжать на этом молоте во вражеские респы И стараться уносить противника И если честно, вот этот молот На сегодняшний момент времени Выглядит как будто Его прям вот забалансили так, как надо Вот как будто реально его забалансили так, как надо Как будто вот он в таком виде Он и должен был быть Вот сейчас я чувствую, что это не имба Но и это не супер-супер-супер слабая пушка Да, видно, что оно в хорошем балансе Реально в хорошем балансе До этого это было, конечно, овер-жесткое имбище Которое разваливало все, что движется А вот с такой перезарядочкой и с таким шансом критического урона Как будто это выглядит как раз-таки той пушкой Которая может просто хорошо себя показывать Да, не супер-жестко, но и не супер-слабо Ну и против резистов она не будет эффективно работать Если предыдущий молот и против резистов работал шикарно То этот молот против резистов Как будто уже, ну, не будет показывать Такие хорошие и качественные результа Так, попробуем запушить здесь через право Посмотрим, получится у нас или не получится Есть у меня овердрайв Который можно будет, в принципе, прожать Но нажать особо сильно не хочется Его просто на респах у противника Потому что я вижу, что вот, например, хоппер с овердрайвом Может тоже в меня просто этот оудик нажать Но и особо сильно нам, наверное, торопиться тоже не стоит Все-таки мы ведем уже по счету Да, и счет у нас 2-1 Вот резист как раз-таки попадается против меня Ну и вот против резиста, конечно, уже очень-очень сложно Да, ну и, в принципе, именно так и должна работать пушка Что когда против нее попадается резист Уже ее реализация находится на другом уровне Так, я забыл, что у меня вообще устройство на паладина И то, что, по идее, мне надо вообще прожимать овердрайв А не оставлять его и кататься с этим овердрайвом Потому что у нас овердрайв крайне быстро копится И то, что я буду сейчас с ним кататься А не реализовывать его Это крайне-крайне неправильная вещь Поэтому стараемся быстро его прожать Но, блин, рельса, конечно, наносит безумно большое количество урона 500 очков у нас уже есть За сколько? За 4? Нет, за 3,5 минуты За 3,5 минуты То есть, если я в такой катке полторушку выбью То, значит, все так же эффективно работает Ну, в плане именно самого молота, да, и сама комбинация Но с точки зрения баланса, то да, конечно Нерв чувствуется Ну, и я бы сказал, что этого молота теперь точно нерфить не надо больше Да, то есть, бывает, знаете, вооружение, которое нерфит, да И оно все равно супер жестко нагибает И хочется, чтобы его еще занерфили То вот этот молот как будто уже даже дальше и нерфить не нужно Вот в таком балансе он, в принципе, ну, неплохо работает Да, неплохо Понятное дело, что его можно плюс вкусный реализовать Но это уже не та супер имбище Так, 650 очков у нас 650 очков рельса на простреле стоит Ага, еще и овердрайв раздает Нифига себе Вот это там ребятки дают джазику Так, а наш тиммейт попытался увезти, но у него, к сожалению, не получилось У меня уже еще один овердрайв накапливается За счет нового устройства паладина Овердрайвы теперь у нас появляются крайне-крайне быстро Сразу раздачку даю овердрайву Еще будучи у себя на респе Теперь накидываю урон Ага, эльса с прожатым овердрайвом Ну, крайне много урона вылетает Крайне много урона И, к сожалению, нас здесь сливают 3-1 Довольно скользкий все равно счет Хотелось бы сделать еще пару доставок Чтоб наверняка мы точно выиграли в этой катке Так, еще и эти теслы, да Теслы, это, конечно, такая противная вещь Так, две эзиды у нас передо мной Еще и две эзиды с резистом Четыре резиста уже от молота у нас берут противники Ну, вот, как вы видите, против резов, да Уже прям очень-очень сложно стало на этом молоте До этого против резистов можно было все так же эффективно себя реализовывать И вооружение себя показывало очень и очень круто Сейчас уже против резиста Я уже вижу, что, ну, не все так просто Не все так просто Уже чувствуется, что тебя где-то могут просто переиграть, уничтожить И развалить 26 килов 6 минут до конца Привстали как-то наборы моих очков, если честно До этого прям очень-очень неплохо залетало Сейчас уже как-то не идет так жестко Это все связано с тем, что я уже увести не могу у противника Так, резист сливаем за два баллона Хорошо, пробуем еще раз крутиться Пробуем еще покидать Хорошо, четко Четко, на добавочке Так, ну и здесь, конечно, уже ХП у меня крайне мало Рельса меня в очередной раз сливает Даже по резисту рельса меня все равно сливает Все равно она меня уничтожает Зато наш тиммейт увез флаг Шикарно Шикарно Страховочка тиммейта сработала Чуть-чуть Поотвлекал, накидал И тиммейт сумел увезти и доставить Это очень хорошо У нас овердрайв появляется Хоппер выпрыгивает, чтобы меня поймать Но, к сожалению, он выпрыгивает крайне-крайне рано Да, и здесь в такой позиции он меня, конечно же, не поймает Так, пробуем отвезти наверх Здесь с точки зрения позиционки Это самая выгодная зона, куда я могу увозить флаг Потому что противник не контролирует верхние позиции А наши тиммейты ставят мины Ну и по ощущениям доставочку мы оформляем Шикарно, шикарно 875 очков у меня 5 минут еще до конца И здесь вообще, по идее, мы даже досрочку можем сделать в этой катке Наш тиммейт увозит еще один флаг Шикарно Овердрайв падает на центре Тесла меня переигрывает Но мы контролируем Контролируем ситуацию на карте Это очень хорошо Наш тиммейт доставляет шестой флаг Центр под контролем А что может быть лучше контроля центра карты Когда ты Играешь на кейне На той карте, на которой как раз таки от этого центра Очень и очень многое зависит А наши тиммейты там сверху как раз мины Расставляют и довольно эффективно эту зону закрывают Противник пытается увозить у нас флаг Через лево Успели ее через право разыграть Вот в чем вопрос По скорости Нет, походу не успеваю Хотя, быть может Накидка Успел Четко Слил Вернул Шикарно, шикарно Успел, 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 успел Успел Еще и овердрайв у меня уже появляется Можно сразу с респа попробовать прожать овердрайв Попробовать реализовать Реализовать этот Оуди Сразу жму Даже не думаю особо что там будет происходить Сумею реализовать Не сумею реализовать Если получится, то круто Если не получится, то пофиг Поэтому пробуем просто сразу Ужималого делать Мне очень много урона носит Изида И вот видите Изида Вампиризм получается, да? Правильно я понимаю Что там за никнеймой молодого Циферный, да? Да, Изида Вампиризм Хантер с резистом И все Я не могу ничего сделать Я просто ничего не могу сделать Он меня просто в упоре переигрывает Даже с прожатым овердрайвом Он меня спокойно может переиграть Ну а если В такой ситуации меня переигрывают То я могу уже смело сказать Что с точки зрения баланса Это устройство находится в хорошей мете Потому что резист уже спокойно контрит устройство Но мы все так же Набиваем тысячоночку очков за эту катку Получаем пять тысяч кристаллов И завершаем бой досрочно В целом Очень и очень неплохо Но что касаемо молота Его занерфили И этот нерв Конечно же чувствуется Надеюсь, что дальше Это устройство не будет нерфить Потому что я думаю Что если Занерфить его еще раз И сделать, например Ну Даже меньше урона не делать Сделать просто дольше перезарядку Да, если сделать еще дольше перезарядку То это устройство можно будет смело выкидывать на помойку И оно будет примерно Как гелиус Да, никому абсолютно не нужное Но какой тогда смысл от него Я не знаю Да, поэтому надеюсь На то, что Это устройство уже останется в этом балансе И все те ребята, которые его имеют Будут хотя бы заинтересованы в том Чтобы поиграть на этом молоте При том, что если будет против резист То уже Это штурмовая кассета против резиста Я уверен Что ничего Солидного не сделает Да, если вот, например, было бы в этой катке Было бы не 3 резиста от меня А, например, где-то 7-8 Я думаю, что там бы Уже бы ситуация была бы совсем-совсем другая Пишите, что вы думаете По поводу штурмовой кассеты По поводу нерфа этого устройства Согласны ли вы с моей точкой зрения Либо считаете, что это устройство Нужно дальше нерфить Либо же то, что Оно вообще Абсолютно даже не нагибает После этого нерфа Будет интересно почитать ваши комментарии Поддерживайте данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дай мне пропускать новые видеоролики Ну а с вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok